Всем добрый день! Сегодня воскресенье, 9 мая. Хочу поздравить с праздником всех своих подписчиков. И сегодняшний день немножко поснимаю дома. Покажу, чем мы занимаемся. Покажу, что у меня на данный момент сейчас растет из моего маленького огородика. Потом покажу, как я делаю зеленые полезные коктейли. У нас пошла только что первая зелень. Еще, в общем-то, нет разнообразия такого. Только началась сныть, медуница. Еще нет подорожника, еще нет одуванчиков в лесу. Что я вяжу, покажу, что шью. В общем, решила все это в один ролик сделать. И не тянуть кота за хвост, на разные ролики не делить. Пишите, что вы хотите видеть на канале. На улице у нас теплынь. Вчера было 23. Итак, вот смотрите, из чего я буду делать. Здесь у меня и манжетки, и гусиный лук, и медуница. Гусиный лук сныть. Больше у нас пока ничего не растет. Потом пойдет иван-чай добавится. Мать и мачеха листья, подорожник. Все это можно, ну, если у вас шпинат есть, что-то из благородных трав, то можно добавить яблоко и банан, кто что любит. А можно из одной травы. Все это отправляем в блендер. Здесь немного, она просто рыхлая. Делать надо на один раз. Вот сделали свежее, и все, и выпили. Сначала нужно сполоснуть, чтобы не попались какие-нибудь ручки. Вот. И все. Водички наливаем, все делаем. Все готов кислородный коктейль. Природный. Вы сначала на первый раз много дикоросов не лейте. У меня что-то жидковато в этот раз. Ну, не, нормально. Вот. Побольше, допустим, бананов там, такого благородного сельдерея какого-нибудь. Вот. Ну, в общем, такой вот напиток полезный. И у меня как раз вот на один, на два раза. Нормально. Так, что мы сегодня готовим? Я уже пожарила котлеток утром. Так, показываю еще, что у нас. Интересненькие какие покупки. Вот у меня была карточка в Нодомаркет. Еще с марта месяца лежала на полторы тысячи. Вот мы купили, съездили. Одеяло верблюгия за 900. Подушку взяли вот такую за 380. И на остатки взяли кошкам корму. Так, из покупок еще вот такие. Купила галоши себе. Доброцени. У всех людей они давно есть. А я что-то никогда это... Ну, у кого огороды особенно такие имеют. А я вот только сейчас купила за 300 рублей. Вот еще хочу показать книжку. Вчера ходили в музей и купили 100 путешествий по Пермскому краю. Здесь уникальная, в общем, книга. Все собрано. Вот, сначала идет карта, куда можно поехать. И каждый пункт... Вот он. Музей ракетных войск в Звездном. Каменный город. Современный город Губаха. Вот, Красновишевска не только. Кратер ядерного взрыва. Ныроп, ссыльный край. Многие места я даже еще не знаю. Все узнать о Пермском периоде. Пермяк, соленые уши. Ледяная пещера. Так. Камень, ермак. Заказник, придураль. В общем, особенно хорошо такие книжки зимой листать и мечтать о походах. Ну, кто в Перме живет, это в музее Славянова продается. Быстренько пробегусь по огородику. Здесь укроп всходит. Там, вот это вот весь ряд, это шпинат. Там тоже укроп. Здесь шпинат. Это укроп. Это помидорка цветет. Здесь петрушка. Вот колосица. Это картошка. Это укроп и редиска тут натыкана еще местами. Тут тоже редиска местами. Это петрушка. Это тоже вот шпинат. Я их по одной штучке сажу. Сею, чтобы потом раз и все. Помидорка тут. Это вот я в лес ходила и щавель откопнула и дом посадила. И будет у меня щавель. Также я сделаю мяту. Принесу домой. Это у меня перчик горький. Тут мелиса всходит. Еще перец. Вот начали потихоньку завязывать они плоды. Это апачи. Тут еще где-то вот. Ну а что-то, то ли весна холодная была, а нынче опадает много цвета. Вот тут сладкие мои перцы. Помидорка. Тут вот начинают, это помидорка пиноккио завязываться. То есть не завязываться, уже краснеть скоро буду. Тут маленькие у меня еще помидоры. Цветут. Пиноккио. Перцы. Тут вот тоже. Это помидор кнопка. И тут у меня уже сладкие перцы. Зеленые уже. Это лисичка. Так, покажу, что я еще навязала. Вот такие вот следочки. Это точно такие же, только немножко размер другой и цветом другие. Вот. Следочки. Теперь вот такие тоже. Большие и маленькие. Все остаточки довязываю. Крупные вещи некогда вязать. Вяжу маленькие. Вот такие нежные вообще. Тоненькие. Можно в обувь даже. Вот такие красивые. Легкие. Вот такие в виде носочков. С узорчиками. Это я показываю тем, кто любит вязать. Остальные могут промотать. Это такие же. С узорчиками. Ну, так не очень понятно. Надо на ноги смотреть. Вот такие. Тоже оставались нитки. Разные. Я не знала, что куда их девать. Вот. Сделала такие. Такие вот еще сделала. Теперь. Следующие. Вот такие красные. Усиные лапки. Узор. Плохо видно может быть. Два цвета смешала. Сделала. Так. Ну, это просто носки связала. Такие вот. Теплые. Очень. Дальше показываю, что сделала. Вот такая идея, например, смотрите. Если у вас носки на выпрос, их можно ленточкой, на ленточку такую разрезать по кругу. И связать. Такая, ну, тряпочка там. Посуду мыть, протирать что-то. Она удобна. Шоркать ее удобно. Такая вот маленькая тряпочка из двух носочков. Это я вчера сшила такую небольшую прихваточку. Тоже всяких остатков. Сидела и смотрела Белую гвардию сериал. И вот сшила. Сшила, перебираю остатки. Вчера дошила вот свой начатый был. Лежал, лежал. Это можно сюда кастрюльку ставить или что. Доделала два круга вчера и обшила вот таким материалом. Вот такой вот небольшой ковричек сделала. Ну, там некоторые в комментариях пишут, зачем вам такие коврики. Ну, не знаю. Просто так сижу, да. Это совсем ненужные куски, которые никуда не пойдут. Которые совсем никуда не пойдут. Только на выброс. Вот платье такое. В общем, вот это вот белое, это карман для женцев. Все это складывается и потом сшить можно коврики. Можно большие, можно маленькие. Так, и сейчас я стряпаю апельсиновый пирог. Сначала я цедру туда стерла, а сейчас надо вот так вот это разобрать. И мякоть. Вот, без прожилок туда все разобрать. Вот эту вот мякоть туда все кладем в пирог. Вот я уже туда положила масло, яйца, сметану, цедру, сахар. Так, и все, замешиваем тесто. Ванилинчик, ванильный сахар, мука, сода и все. Слышите? Не успели мы, короче, бабахают пушки. Два, так, три, вот там вот, за этими домами. Хотели пойти, но не успели. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все, а нет, девять, все, девять залпов. Это воно там стреляют. Не успела немножко. Полеты сегодня. Блин, не успела. Сегодня военные полеты праздничные. Может, еще полетят. Вот он. А те так красиво летели. Это одиночка. И один уже съела. Так, а мы отправляемся посмотреть, какой там у нас праздник сегодня. Ну, конечно, мы опоздали, самолеты уже пролетели, пушки уже отстреляли. Так, ну что, сходили мы. Немножко праздник посмотрели, зашли в пятерочку и домой идем. Так, а я варю крапивный сок. Картошка сейчас должна свариться. Как сварится картошка, так можно опускать крапиву. Сегодня мы варим на воде, поэтому я туда два яйца разобью и масло сливочное. Крапиву мелко вот так изрезали. Тут еще, кстати, щавель немножко. И не бойтесь, что кажется, ой, много ее. Она потом варится, и ее мало будет. Вот. Все, я опустила. Спрашивают, как мы варим. Да мы каждый раз по-разному. И травы разные. Когда щавель, когда что добавим. Вот. Когда с курицей, когда с фаршем варим. Сегодня мы просто на воде с яйцами и масло вот я добавила. В общем, каждый раз по-разному варим. Сейчас яйца разболтаю. Размешаем. И немножко надо, чтобы этот суп настоялся. Ну и все, суп готов. Выключаем, закрываем. Даже в праздник у нас сверлят соседи. Постоянно сверлят день и ночь. Зашли. В пятерочку взяли пакет яблок. Упакованный там по 60 с чем-то были. Сметану нитвинскую. Луку взяли. Помидоры. Кошкам. Корму. И сухого корма. В основном зашли из-за корма. Смотрите, я вам покажу еще одну. Классную штуку. Мы опускаемся на дно. Потихоньку. Смотрим, что там водится. Опустились на 10 метров. Здесь водятся тюлени. 29 метров. Белый медведь плавает. То есть это кто может опуститься на эту глубину. Дальше. Европейская вот эта вот не знаю, что за рыба. рыба-клоун. Смотрите, рыба-клоун. Так, 59 метров. 60. Какие рыбы могут жить на этой глубине? 180 метров. Черепаха зеленая какая-то морская черепаха. 240 метров. Уже темнее становится. Темнее. Я вам быстро прокручу, чтобы время не тратить. Так, 200-300 метров. Еще какая-то акула. В общем, тут очень интересно. Давайте до дна дойдем. Что там будет? 2 километра уже. Там уже какие-то только насекомые. Ого, еще какая-то акула. Может на 2 километра. Ого, какой-то колоссальный кальмар. Блин. Ого. Титаник на этой глубине лежит. На 3,8. Филип. Так. Уже 7 километров. Опустились. Мы на 7 километров. Два человека опускались в субмарине в Марианскую впадину. Так. Мы сейчас дойдем уже скоро до Марианской впадины. Она 10 километров. Все. Все. Дошли до дна. 10 километров. 900 метров. Еще вам покажу одну штуку. Это архив погоды на любой день, на любой город, на любой год. Я вот тут брала марта 71-го, когда я родилась. Температура вот было минус 16 градусов. Можете вот здесь любую дату, любой город и все вам за любой год покажут. 19-й и 20-й век. Архив сводок погоды. Вот я связала еще одну такую из носочков тряпочку. очень удобно мыть будет посуду. Вот у меня уже две. Они хорошо оттирают. Вот такие вот. Мне что делать, дурью маюсь. Ну, время 11-й час ночи. Мы поехали на салют. Вернее, пошли пешком нам идти недалеко. В 11-й салют будет. Оделись потеплее, хотя на улице сегодня вообще жарище было 25 градусов. ąda на улице высож ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Класс вообще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, у нас плохо видно. Классный, вообще, салют еще был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прям как будто она падала на нас, да? Ну все, всех с праздником. А мне аж грудь лупила. Мне аж грудь лупила. Ох, вот этот салют мощный был. Я тебя даже не вижу. Темно очень. Ну все, всех с праздником. Выложу это видео завтра, наверное. Все, всех с Днем Победы. Всем пока. Идем домой. Там такие пробки. Вся улица Крупская стоит. Вся дружба. Все, все. Народ, милиция даже. Ага. Тысяч несколько было. Дальше, чем до студенческой. Да, все. Пробка страшенная была. И вот уже сюда идем, и все, народ. И сзади народ.